Все темы здесь отмечены, касаются закона причинно-следственной связи. То есть то, что мы хотим знать с вами, что было в прошлом, что происходит сейчас и почему так происходит сейчас. И что из этого получится в будущем. Можно делать прогнозы, если мы проникнем вот в эту суть. Сегодня об этом вам говорить. Что мы могли хотя бы с вами прогнозировать свою жизнь. Это минимум. Если мы больше продвинемся, мы можем прогнозировать жизнь своей семьи, например, уже. Потомков будущего. Если еще больше кому-то удастся, можем прогнозировать еще шире, конечно же. Маштамок больших. Можем видеть буквально образно будущее, настоящее, законы прошлого. Это все очень связано. Прежде всего ничего не происходит случайно. Никогда. Случайно с относительным. Мы это проходили с вами по философии, возможно, в учебных заведениях. А они относительные. Мы так можем назвать относительные. Например, может быть, для кого-то из нас это совершенно случайная комбинация. Мы сейчас собрались здесь. Мы первый раз друг друга видим. Ну, случайно встретились. Но, тем не менее, каждый из нас пришел сюда не случайно. Любого спросить, он скажет целенаправленно. Готовился, хотел или пригласил кто-то. Я согласился. Были какие-то события, которые обосновывают. Наше здесь присутствие. Обоснование есть всегда любой ситуации, любого случая, любого поведения. Но не всегда мы это видим, эти обоснования. Булгаков на это намекал. Он говорит, что заседание не состоится. Он сказал Берлезу об этом. Председателю Массолита, то есть он из записателей. Большая фигура, собственно говоря. Привык контролировать, управлять, прогнозировать тоже. Но заседание не состоится. Почему? Почему так думаете? Сегодня вечером я буду председательствовать. Ну, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И даже разлила его. Никакой связи. И вы тоже читаете, думаете, ну, как-то сумасшествие какое-то. Жила одна обезьяна. Собственно, была целая семья обезьян. При дворе богатого человека. Тоже было им место. Их там кормили как-то тоже. Уважали. У богатого человека были еще очень породистые лошади, очень дорогие. И конюшня, и они там ели сено. И овцы. И одна овца была такая, знаете, такая вредная вообще. Эта овца наборовала. С кухни там то капусту, то морковку стащит, то вообще залезть туда не нужно. В общем, такая была овца. Невоспитанная. И повар, он так злился на него. Она всегда вот подходила в самый неподходящий момент, что вот оттащила, понимаете. И он брал полено, которое под руку поводится, и прямо подгонял ее. И вот обезьяна смотрит на это все одно. И говорит, собрала своих сорок, говорит, что у нас мы в опасности в нашей жизни. Что-то мне еще идут. Какая опасность? Тут нет джунглей, тут у нас хороший хозяин, тут пища каждый день. Он ухаживает за лошадьми, за нами одинаково, за овцами. Богатый человек, содержит всех живых существ, очень благородный. О чем ты говоришь? Мы хорошо устроены вообще. Говорит, посмотрите, вот эта овца, у нее такая шесть пышная, она поводилась на кухню, а там повар на огне готовит. И вот ненароком, знаете, он возьмет это полено, горящее не разберется, ударит он, а вспыхнет, побежит на конюшню, конечно же. Там сеновалы, и все, вспыхнет эти лошади, получат сильные ожоги. Многие некоторые погибнут. Но вы знаете, что такое самое лучшее лекарство от ожогов? Обезьяний жир. Я говорю, наша жизнь в опасности. Слушай, у тебя какая-то паранойя вообще. Ты что такое придумала? Ты с ума сошла? Ты просто с ума сошла. Аннушка купила подсолнечное масло, уже ты с ума сошла. И однажды, спустя какое-то небольшое время, овца снова приходит на кухню, и уже повар вне себя схватил полено, не разобрав, какое горящее ударило. Она вспыхнула, побежал на сеновал, все загорелось. Конюшня сгорела, лошади пострадали, некоторые погибли, некоторые получили ожоги. Хозяин подумал, это все мое состояние в тех лошадях. Это такая ценная и ценнейшая порода. Позовите знахаря, что нужно делать, чтобы вылечить их? Она говорит, что нужно обезьянный жир. Всех обезьян на жир, кроме той, которая ушла. Итак, видите, мы не всегда можем видеть эти прогнозы, понимать эти тонкие причины, именно тонкие причины. Мы обращаем на какие-то грубые события, есть такая пословица, пока жареный петух не клюнет в одно место. И вот тут мы уже начинаем прогнозировать. Раз так, то скоро будет конец. Вот когда уже непосредственно перед нами проблема, мы думаем, что же с ней делать с этой проблемой? А что меня привело к этой проблеме? Я не понимаю. Я же все вроде просчитал. Что я не учел? Вот эти тонкости, которые мы можем не замечать в силу, может быть, недостаточно образования этой области у нас сейчас, надо сказать. Образ жизни наш таков, что, если честно говорить, не хватает тонкого интеллекта. Ну, современным людям. Когда вы видите какого-то пророка, так сказать, ну вот он понимает, вы должны просто знать, это не чудо, это не мистика, это тонкий интеллект. Это как эта обезьяна, она просто наблюдает и видит вещи, как они есть на самом деле. Любой человек, который обладает тонким интеллектом, скажет ваше будущее, просто изучив ваш образ жизни. Сейчас то, что вы делаете. Вот ваше ежедневное занятие. Что вы едите, во сколько вы встаете, ваши привычки. И он скажет, что вас ожидают в будущем, не будучи даже астрологом. Проницательный человек по поведению, жестам, позам, как вы слушаете, как вы реагируете, может понять, что у вас на уме. Это просто тонкий интеллект, это не какая-то мистика. Другой глупец сидел на дереве. Дрова собирал. Полез на дерево за дровами. И он сидел на ветке и пилил ее. То есть на той ветке, на которой он сидел, он ее пилил с той стороны, где это вот ствол. Но там внизу проходил другой человек. Посмотрел, странно. Ну, что ты делаешь? Я собираю дрова, почему ты вмешиваешься, о чем ты меня спрашиваешь? Нет, я просто хочу тебя предупредить, ты скоро упадешь в дерево. А сколько ты знаешь? Что ты тут каркаешь вообще? Иди свою дорогу. Ну, анекдот такой физический. Он прошел свою дорогу, думаю, ну, странный человек. И отойдя шагов 50, сломался сука этот, и человек упал, ушибся в спину сильно, и лежит и думает, боже мой. Так это пророк? Откуда он знал? Он точно предсказал, смотрите. Пойду-ка я спрошу о своей судьбе его дальше. И с этой пилой он бежит за ним. Человек подумал, сумасшедший, точно убить меня может. И от него убегать. А тот за ним. Поймал его с этой пилой и говорит, ну, раз ты предсказал, как что я упаду с дерева, то скажи, когда я умру. Тот еще больше испугался. Если я не предскажу, он не точно убьет. Сумасшедший какой-то. Он говорит, хорошо, я тебе скажу, скажу, скажу. Вот когда у тебя спина будет холодная, значит, скоро умрешь. Человек всю жизнь следил, чтобы спина была теплая. Думаю, что так он не умрет. Видите, какие интересные простые истории на этот счет. И у нас сегодня нет такого образования в этой области, поэтому иногда мы собираемся, чтобы обсуждать эти темы. А чтобы подготовить свой интеллект к настоящим поступкам. Вот скажите, что нужно, какая сила внутренняя нужна, чтобы подготовить себя к настоящим переменам, не к будущим переменам. Не в ожидании находиться, а начать действовать прямо сейчас. Нужна решимость. В Гите описываются три вида решимости. Решимость в гоне невежества, решимость в гоне страсти, решимость в гоне благости. То есть разные решения. Не удивляйтесь, пожалуйста, это решимость в гоне невежества, это решимость спать. Это тоже решимость. Не думайте, что это не энергия. Это энергия. Это энергия, которая порабощает нас ленью, апатией, скорбью, болезнями, сомненьями, постоянными обидами. Это энергия. Это веревка на самом деле. Не думайте, что это отсутствие энергии. Нет, это энергия. И решимость находиться в этой энергии, это как оправдание того, что я не хочу ничего делать. Если вы идете в армию, вы знаете, там это не оправдание, что вы не получили приказ, потому что у вас нога болит. Это вот, знаете, вы можете сказать своей маме, и она поймет и пожалеет вас. А там вас расстреляют за это. Неоправдание. Вот такие законы природы, видите. Я могу сказать, что я не знал, я то, сё, прожил бессмысленно жизнь, но законы природы абсолютно не учитывают эту нашу решимость быть в невежестве, в незнании. Каждый день нужно что-то познавать в себе, в мире, в окружающем. Каждый день. Если строго говорить, постоянно. Быть настроенным на восприятие. В современной мире нас обучают другому виду понимания поведения. То есть я постоянно хочу показать себя, какой я есть. А на самом деле должен учиться всю жизнь. Учиться. Вот мое предназначение. Прямо противоположно. Уже ученые люди, боже мой, уже институты закончили, школы закончили. Ошибаемся. Мы ничего не знаем. Что касается счастья, мы не знаем, что это такое. Мы главного не знаем. Мы много знаем, а главного не знаем. Так какой смысл? Это незаконченное образование. Мы не говорим, что оно плохое образование. Это тоже навык, это профессия, это тоже правильно. Но если мы гордимся этим, мы скажем, это не образование. Если мы гордимся, мы скажем, это не образование. Это такое же образование, как животные. Они тоже могут есть, спать, выкупляться, обороняться. Просто в других условиях. А мы научились делать в квартирах, в машинах ездить и так далее. А суть-то в чем? То же самое. Еда, солнце, выкупление, оборону. И если у человека на уме только эти четыре вещи, которые он культивирует, его будущее совершенно ясно. Оно описано в целом. В целом описано. То есть даже не нужно индивидуально это рассматривать. Одинаково все в проживом жизни, в принципе. Боговата Пурана открывает, там описывается жизнь материалиста. То есть пять тысяч лет произведению. Вьясадева записывает со слов Шукадевы Гасвами. То есть есть преемственность, еще древнее. И вот описывается жизнь материалиста с тех времен. Ничего не изменилось, смотрите. В целом все так и остается. Встает утром. Приходится? Приходится. Идет на работу? Приходится. Приходится и сейчас. Работает тяжело, говорится. Подневольно часто. Приходится делать то, что даже не желает. Все равно приходит. Потому что ему нужны деньги. Он позволяет себя эксплуатировать за деньги. Устает к вечерам. Возвращается домой. Принимает ужин. Ложится спать с женой. Занимается сексом. Просыпается утром. Идет на работу. Работает тяжело, подчас подневольно. Чтобы заработать какие-то деньги, поддерживать себя и семью. Устает. Приходит домой. Ужинает. Ложится спать. Занимается сексом с женой. Утром поднимается. Утром. Все. Это все. И, конечно, бывает еще отпуск. Раз в год, раз в два года человек позволяет себе не выходить на работу. Потому что он заработал. Этот ресурс пока есть. Он может отдыхать. Кончается. Он снова идет на работу. Все. Больше ничего. Больше ничего. Называется цикличность. Замкнутое пространство. Ловушка. Для нашего сознания. Какой же выход? Знаете, есть такие ловушки, которые ум решить не может. Ум человеческий не способен. Мы сталкивались с этим. Что первично? Курица или яйцо? И все. Не знаю, что сказать. Должно быть яйцо. Ну так от курицы же оно. Это значит курица. А курица яйца должна быть. Ну и замкнутый круг. Ответа нет. Видите? Ум. Ум не способен решать такие проблемы. То есть нужен тонкий интеллект. Если, как это причина следственной связи, определяет ее ход, ну как в сказке «Указательный камень». Три направления, три разных результата. Определяется ход наших событий жизни, нашей деятельностью, нашими мыслями, нашей решимостью. То есть решимость в невежестве – это просто быть ленивым и спать. Есть, спать, выкупляться, обороняться. И какие-то деньги заработал, чтобы есть, спаться, выкупляться. Это все невежество. В страсти решимость – это престиж. Это слава. Это деньги. Вот если это есть цель, смысл, человек очень активен, решителен. Настолько решительный, что может по головам пройти к этой цели. Склонен к приметной силе. На все решается ради выгоды. Это решимость в страсти. Такая, знаете, неудержимая. И решимость в благости, говорится, необычная вещь. Послушайте. Сейчас он отлечет на стаканом. Вот. Сейчас он поставит. Идет потом. Мы снова сосредоточимся, что можете пропустить важную вещь. Потому что первые две вещи были не очень важны, не очень ценны. Отчасти. Только в страсти есть своя ценность. Наполовину там есть недостатки, есть плюсы. Там, если совсем все плохо, в страсти наполовину. В благости – хороший результат. Прогноз хороший. Это решимость контролировать свой ум и чувство. Обиделся. С обидой можешь жить 40 лет. Я видел. Мне не 20 лет. Я видел. А почему не можешь простить, забыть? А ты не управляешь умом своим. Ты во власти этих нижних энергий. Ты не способен забыть. Ты даже своих родителей простить не можешь. Мал какого-то. Ты очень слабый. Даже если ты понимаешь, что они вынуждены поступить, как тебе. Все равно ты осадок не можешь от этого устранить никуда. Вот такой ты эгоистичный. Вот такой ты самолюбивый. В сад вагоне обладаете мощью. Освобождаться от этих вещей. Потому что обретаете знания большие. Тонкие знания. Ничто случайно с нами не происходит. Если нас кто-то обидел, несправедливо. Не думайте, что это произошло случайно, несправедливо. Просто вы не видите причины. Например, человек рождается с плохим носом. Какой-нибудь, не знаю. Бывают такие. Я видел картины среди нековых художников. Есть такой портрет. Нос ужасного человека был. Ужасный какой-то. Не знаю, вельможи высоко поставили. Но нос просто страшный. Как клюшу попугая. Ну, так случается. Из этого носа всю жизнь люди вас не будут любить. А за что? Несправедливо же, правильно? Вы же не видите причины. Я же не виноват, что мне такое нос. Почему думаете, что вы не виноваты? А я ничего такого не сделал. Я этот нос сам себе не делал. Не заказывал. Нет, нет, нет. Причина следственная. Связь теряет смысл, если мы не признаем реинкарнацию. Хорошо, за каждый поступок есть какое-то следствие. Да, понятно. Что посеешь, то пожнешь. А, если смерть? Все? Заканчивается? Я могу здесь столько злодеянец совершить, а после смерти же нет. У меня нет. Поэтому, если так все, то зачем вообще думать о том, что хорошо, что плохо? Бери как можно больше и наслаждайся. Потом все равно отвечать не нужно после смерти никому. Главное, чтобы свидетелей не было. Все. Вот она жизнь. Но это говорится. Совершая поступки того или иного качества. Мы развиваем собственные качества. Поступок окрашивает нас в определенные качества. Злой поступок означает, что я обретаю качество злодеяний. И даже вкус к этому могу обрести. Привычка переходит во вкус, в природу. Вторая натура. Если я совершаю деятельность в добродетели, то я и приобретаю качества соответствующие. По-другому совершенно живу и чувствую. Я общаюсь по-другому. То есть карма, работа определяет, меня самого создает. Если я грубую речь использую, грубеет мой интеллект. Как удивительно. Я сам себя наказываю. Я же, конечно, оскорбляю человека, но страдаю. В итоге я, не тот человек. Тот человек так тонко не получает такие реакции. Он просто получает, конечно, какое-то оскорбление. Но его сознание не страдает от этого. Уровень сознания не падает. А мой уровень сознания падает. Если вас кто-то оскорбляет, и вы отвечаете тем же, вы спускаетесь на уровень оскорбителя. Закон кармы. Но если вы молчите и терпите при себе, это держите, конечно, в этот момент вы страдаете. Но это страдание прорывается к очищению от прошлых грехов. От той причины, почему сейчас вас. Несправедливо поносит. А в это время вот этот оскорбитель деградирует. Все ваши плохие качества берет на себя. Удивительный закон. Мне кажется, все так просто. Одно попробуйте промолчать. Очень сложно. Сложно контролировать. Нужна решимость в гуне благости. В гуне благости в знании и в счастье. Например, человек идет по дороге, грязный, там дождь, не знаю, и вот велосипедист на встречу. Пример. Иллюстрация гун. Человек в гуне невежество идет, велосипедист брызгает на него. А вот он весь в грязи. И в тамосе он сразу погружается в депрессию. В обвинении. Вот негодяйская жизнь вообще все. Вот кругом какие-то негодяи. Вот опять. Он все вспоминает, что было раньше. И вот опять. И просто плачет, просто не способен ничего. В страсти он по-другому реагирует. Эй, скажет. Ну иди сюда. Вот тебе. Ты меня обрызгал. А он ответит. Это страсть называется. Так он поймет. Так он справедливость установит. А как же благости человек отреагирует? На такую как бы несправедливость. Вот обрызгал велосипедист. Невнимательно оказался. Нахальный. Он подумает, ой, какая-то карма прошлого. Ну и правильно, я же шел не там, где нужно. Нужно было немножко иметь разум. Выбрать правильный путь. Все. И он абсолютно спокойный. Не несет это все с собой. Помню эту историю двух монахов, которые шли из монастыря в город. И когда обратно возвращались в монастырь, там ручей. Дорогу переграждает. Какая-то там какая-то девушка молодая не может перейти с корзиной. Боится ручья. Один монах на руки взял и перенес. Другой сразу заметил. Монах? Касается женщины вообще. Так смутился. Судорогу молчал. В конце концов говорит. Слушай, я, конечно, молчу, но забыть не могу. Ведь мы же монахи. Мы давали обеты. А ты только что сейчас, прямо при мне, без всякого стеснения, нес на руках молодую женщину. Он говорит, я ее перенес через ручей и там оставил. А ты не сешь до сих пор. То есть есть благость, есть страсть. Страсть невежитая. Мы помним все плохое. Легко, легко. Не забываем. Нет, хорошее забываем. А нам говорят, ну неужели ничего хорошего я тебе не сделал? Вам нужно напрячься и вспомнить, действительно, что ты сделал это хорошее или нет. Потому что я забыл. А вот и плохие вещи, я говорю. Я помню хорошо. А в благости, наоборот, плохие вещи быстро забывает человек. Кому легче жить, скажите. Но ум контролировать труднее. Это наша аскеза. Это наша практика. Но так мы создаем будущее. Если мы хотим светлого будущего, это труд. Не гадайте на кофейную гущу. Любит, не любит и прочее. Трудитесь. Потому что даже судьбу можно улучшить свою. Даже предопределение можно улучшить. На разных уровнях можно прожить свою жизнь. Одному человеку было предсказано, что он умрет от того, что на него падет стена. Страшная смешка, как он подумал. Попасть под развалины какие-то. Как заживо быть погребенным. Он подальше от всех стен сторонился. Никогда близко не посадил. Никаким стенам вертикальным. Однажды его пригласили. На ужин, на пир какой-то праздник был. У меня има большая, знаете, блюдо с пловом. И все сидели вокруг. Как в Узбекистане, знаете. Ели. И когда он ел этот плов, он выявил такую ямочку. Там такой. Каждый выедает свою порцию. И такая стена. Стена плова риса образовалась. Вот когда он руку протянул через рот на нас, эта стена плова упала на его руку, и он умер. У одного моего друга. В карте, в гороскопе тюрьма. Там планеты так стоят. Что сделать? Но поскольку он начал духовную практику, это по-другому проявляется. Он принимает отречение. Уйти в монастырь, все равно, что тюрьма по гороскопу. Судьба то же самое. Но в разных гунах это может произойти. Видите? Поэтому мы говорим, давайте поднимемся в гуна благости. Мы проявим ту же самую судьбу, но уже в другом качестве. Судьба то не изменить, видите? А качество можно улучшить. Если наша судьба это просто кусок железа, мы можем расплавить ее и лить туда золото, видите? Мы же тоже поступки совершаем, но если мы совершаем их благости, мы льем другое качество, тоже металл. Это тот же процесс, только качество металла меняется. В конце концов, объем, увеличиваясь в объеме, эта смесь превращается в золото, вытесняет полностью железо. И наша жизнь становится золотая. Ну, пример, вы знаете, из истории, возьмите любую великую личность или святого человека. Судьба у святых людей, знаете, врагу не пожелаешь. Кого-то на кресте прибивают, кого-то убивают на базальной площади, 20-20 базальной площади и забивают до смерти. Кого-то вешают вниз головой, с кого-то кожу снимают. Судьба, судьба, судьба. Посмотрите, у кого из них легкая жизнь? Нет. Но золотая жизнь, качество. Как прожить свою судьбу, как прожить свою жизнь? Ну, а если люди не образованы в этом плане, они думают, вот хочу прожить, как тот человек, хочу вот такие же деньги, такой же дом, такую же машину. Это невозможно. Это невозможно. Можем только сымитировать это. Потому что то, что человек достигает во внешнем, образуется внутренним. Если этого внутреннего нет, этих ценностей, этих знаний, этих способностей, тогда он становится вором, имитатором. Вор на самом деле не богатый человек. Вора нельзя ненавидеть богатым человеком. Но внешне выглядит так, у него тоже есть деньги. И есть разум, как воровать. Но богатый человек, когда счастливый человек, богатство – это наследство. Это не просто наличие денег. Это наследство. Это преемственность. Богатство передается с разумом, с знанием, с миссией. Понимаете, это богатство настоящее. А просто накопительство денег, это по-другому называется – это сторож денег. Копит и сторожит, копит и сторожит. Он не богатый, он не способен быть богатым человеком. Даже при наличии денег. Есть три вида кармы. Карма, викарма, карма. Ну и больше. Ну, в принципе, мы три рассмотрим сегодня главных. И больше может быть. В книге кармы я описываю там немного больше. Но тоже не все. Тонкостей может быть много. Ну вот, если три вещи мы сможем разобраться с вами, в гейте даются три. Потому что этого достаточно, чтобы разобраться во всем остальном. Анализировать карму глубоко не рекомендуется, потому что человек запутывается. Это сложный закон. Если усвоим три, будет легко. Карма, викарма, а карма. То есть, корень, карма, работа, деятельность. Сам это все корни. Но результаты и характер деятельности разные. И мотив деятельности разный. Скажем, мы все что-то делаем каждое мгновение. Мы не можем держаться от деятельности. Важна причина, почему мы то или другое делаем. Направление. Тогда мы скажем, куда ты придешь. Если я пойму мотив деятельности, я могу сказать, что будет с вами дальше. А мотив деятельности определяет качество человека. Гуна качества. В какой гуне находится, такой результат и будет. Все очень просто, очень просто. И, в общем говоря, в гуне невежество, когда человек действует. Он идет в адские миры. Либо сойдет ад прямо здесь. В своей жизни. Поступками своих. Все рушится. Ну, вот такой грубый, яркий пример. Это прием интоксикации. Такой без ограничений. Человек опускается. Все рушится. Семья рушится. Работы, качество, жизнь. Все, профессия. Все страдает. От него ничего не остается. Даже люди его не замечают. Он как привидение. Никто даже не видит в нем человека. Даже имя разрушается. Чисто формально у него есть документы. Это уже не человек, мы говорим. Все, конченый человек. Так, говорит. Это такой пример яркий. Вот там обунда. Как оно действует. И результат это ад. Страдают родственники. Страдает человек. И куда он потом идет? Идет в ад, говорится. Его будущая жизнь. Адская. В гуне страсти. В ад не идет. Потому что он может равновесие поддерживать. Разум есть. Он знает, что если я буду совершать много плохих поступков, пострадает репутация. А если репутация пострадает, пострадает дело. И богатство, и все остальное. Он рассчитывает на разумный человек. Поэтому он скрывает свои плохие поступки. И их как бы может нейтрализовать хорошими какими-то вещами. Например, переворовывает деньги. Ну там взятки берет. Но жертвует там детский дом. При этом. Так. Человек чувствует, что вот это бы хорошо сделать. Потому что это поддерживает мою также честь. Ну, всякое бывает. Знаете, жизнь и жизнь. Собственно, это была не взятка просто от души. И человек, да, трудно определить, видите, взятка-то или не взятка. В страсти все вот так очень как бы запутанно становится. Факты налицо, но человек не понимает эти факты, что это взятка. Это от души было, от сердца. Это не взятка. Я думаю, вот здесь, в Казахстане это легко можно понять. И не только в Казахстане здесь именно от души взятки берут. По-другому не берут, я знаю. Если нет души, не берут. Нет, от сердца нужно от души. Тогда это не взятка. Все хорошо. Но кто-то назовет это коррупцией, это в закон есть и так далее. Ну вот в страсти это так. Человек будет балансировать. Он не будет пить в тамости, он будет в страсти пить. Это называется умеренное питье. Чуть-чуть. В выходной день. Когда не работают, можно, правда же, отпустить себя. Но Штанов говорит наш, российский борец за трезвость. Он говорит, что самая опасная пропаганда спиртного, это как раз умеренное питье. Отсюда многие люди падают. С умеренного питья. Не все справляются с чувствами. И когда усиливаются стрессы в обществе, сейчас они умножаются стрессы, увеличиваются стрессы. Это жизнь современная. Склонность принимать ноксикации тоже усиливается. Уже алкоголь, это знаете, что-то такое грубое. Сейчас более тонкие средства есть. Люди принимают алкоголь, насколько могут. Потом они принимают кокаин. Он нейтрализует алкоголь. Можете еще столько же выпить. Мне напоминает иринскую цивилизацию погибшему. Они садились за стол. И там, знаете, было такое место, никуда можно было отойти за стену с такими павлинями-перьями. Потому что когда они уже под завязку наедались, напивались, уже тошнило это их пресыщение, они выходили за эту стену, брали павлини-пирощи, катали себе горло, чтобы вызвать рвоту. Они выбрасывали все обратно, чтобы сесть снова за стол. Вот так цивилизация исчезла. Вот как все происходит. Не просто случайно, знаете, кто-то там напал вдруг, разорил. Нет, если вы сильны, никто не сможет напасть. Если вы лев, на вас шакал не нападет. Но если вы уже дохлый лев, понятно, что шакал съест вас. Один. Даже сражаться не нужно будет. Как говорится в Пуранах, что толку стекать дохлую лошадь? Если перед вами дохлая лошадь, что ее стекать? Она никуда не поедет все равно. Итак, в Тамосе люди теряют могущество. Поэтому, говорится, варвары нападают на Римскую империю. Империя. Завоевали всю, это Европа, знаете, это весь современный мир. От Рима пошел. Пожалуйста, империя была. Какие-то варвары не цивилизовывали. Раздалили просто всю эту цивилизацию. Лев был уже полумертвый. И до сих пор не воссоздали. Что-то не получается. И в невежестве, в страсти, в добродетели человек по-разному действует, разные цели ставит, разный результат получает. В страсти он рождается в следующую жизнь снова человеком, что продолжает свою борьбу также в равновесии. То есть он до животного не скатывается и выше тоже не идет. Страсть человека означает, что человек хочет изменить мир. И если вы такому человеку скажете, измени самого себя, он скажет, оскорбление. Я что, плохой человек? Вы на что намекаете вообще? Это как оскорбление будет. Это опасно даже сказать. Если вы другу говорите, можете поссориться. Если вы скажете, скажем, высокопоставленному человеку, это нужно быть осторожным. Вот если Сталин перед вами, лучше такие вещи не говорить. Потому что они в страсти находятся, эти люди. Они хотят именно мир изменить, они считают, что их точка зрения правильная. Каждый человек в страсти считает свою точку зрения правильной. Поэтому между ними всегда борьба происходит. И в борьбе они видят смысл. Больше ни в чем. Мир недостижим в гуне страсти. Страсть опасна тем, что она переходит постепенно в невежда, в чувственное наслаждение. И опять отнимается могущество. И в благости, когда человек совершает что-то очень хорошее. Очень хорошее. Ну, служит людям, служит Богу, роет колодцы, сажает деревья. Помогает, сострадает ближним, следует каким-то духовным принципам. Поддерживает чистоту разума, качество хорошее в себе, заботится об этом, о чистоте. Каждый день работает над этим. Он не рождается на земле, говорится. На земле такие люди не живут долго. Он ходит выше. Это ответ, почему мы не можем создать общество благочестивых людей, только из благочестивых людей. Здесь, кажется, это утопия. Потому что земной уровень это страсть невежества. Если мы из невежества поднимаемся в страсть, к знаниям, любопытство уже появляется. Любовь какая-то есть, там ненависть и любовь есть, уже можно какие-то сантименты ощущать, уже жить можно. Уже какое-то благо можно общество создать в страсти, хотя с недостатками. То у нас есть шанс подняться в страсть, а из страсти в добродетель и больше сюда не приходить, в этот ад. На земной уровень. Это веды говорят. Земный уровень это чистоте. Вот мы хотим здесь жить под счастливыми, жить в раю, но это чистилище. Это чистилище. Не получится просто. Хотя, хотя. Если есть запас благочестивого кармы, но его недостаточно, чтобы перенестись на высшую планету, говорит Советов, он может родиться здесь с запасом благочестивой кармы. Родиться в богатой семье, допустим. Не работать всю жизнь, быть обеспеченным. И очень разумным, талантливым человеком. Музыкантом, актером, философом, поэтом. От рождения. Моцартом может родиться кто-то. Это запас благочестия. И люди даже будут не понимать, как это все он делает. Но ему придется жить в атмосфере зависти. Салери будет рядом. Потому что это не рай. Тут даже великие люди испытывают большие трудности. И очень большие. Их не понимают, им завидуют, им ставят препятствия, препоны. Что здесь уровень? Не избежать этого. Здесь добро и зло смешаны. Борьба идет за что? И вот мы вступили в эту борьбу с вами. Что же мы выбираем теперь? Добро или зло? Черное или белое? Это наш выбор. Исключительно каждого из нас. Что мы выбираем? И когда он эту карму исчерпает, он снова родится обычным человеком. Потеряет свой талант. Но если этот талант он использует в служении Богу, поднимется выше. Если для своего собственного блага и престижа и славы, он просто потратит деньги, говорится, останется нищим. Из страсти есть способ подняться в добродетель. Так мы говорим. Это нелегко. Человеку в страсти контролировать чувства считается тяжкий труд. Вот хочу, а нельзя. Правила не позволяют. Ну, когда никто не видит, можно же. Это в страсти. Человек все равно ищет возможность. Как вот больной, печень болит. И вот врачу говорит, нельзя жареного. Диета. Диета строгая. Он из страха перед болезнью берет ограничения и контролирует себя. Страх же контролирует нас. Жить мы хотим. Но становится лучше, что он делает? Снова защищается жареного. Снова. Он не может постоянно поддерживать себя этот дух. Чистоты. Поросенок. У него природа будет в грязи. Хотя будут разные поросят разного воспитания. Но с ней в природе будет поросят. Вот он пойдет, вот подпустите его. Вы видите, он найдет самое грязное место и туда прям шлеп, плюх, исчезает. Вот как пословица, свиня везде лужу найдет. Пусти просто. И она найдет самое грязное место. Природа такая. Вкус такие. И вот есть такое выражение отмыть поросенка. Вот человек, он же видит, свиня грязная. Поросят, они иногда живут дома. Те, кто заводит поросят, зимой эти маленькие поросяты не живут. В семинарнике там холодно для них. А взрослые могут жить. А они дома живут. И вот тогда человек моет поросенка. Ему нужно помыть, потому что грязную не можно пустить в дом. И вот есть такое выражение в деревнях отмыть поросенка. Потому что, когда начинает мыть поросенка, он орет, как будто его режут. Заживо. Он так орет. Вы сами уже думаете, что это, как издеваешься с животным. Просто моете его. Это человек в страсти, который пытается совершать какие-то аскезы, очиститься. Для него это просто пытка. Я скажу, какие есть принципы благости. Их может быть много, их можно классифицировать как-то коротко. Но все заповеди, которые вы читали в священных книгах, это заповеди благости. Это еще не духовные заповеди. Это очищающие заповеди чистоты. То есть обычной цивилизованной человеческой жизни. Которую люди понять не могут. Как мне сказал один известный кинорежиссер, казахстанец, Христос был не без юмора, Иисус. Не без саркастического юмора. Он, говорит, именно такие заповеди нам дал, которые труднее всего соблюдать. Вот специально, видите, вот что он сделал. Дал бы им другие заповеди. Вот страсти, это, кажется, трудно соблюдать. Вегетарианство. Для них, как люди, кажется, это немыслимо. Это я же казах. Вот аргумент. Слышите такой аргумент? Казах без мяса не живет, оказывается. Не выживает. Интоксикации, ни капли вообще. Не то, что по праздникам, вообще полностью отказаться. Не хватает духа людей. Страсти не хватает духа. Они сильные, яркие, они борются за справедливость, они на смерть идут. А вегетарианство стать не могут. Они крутые в плане того, чтобы там захватить там караван какой-то, знаете, но у них не столько крутизны, чтобы пожертвовать свои деньги. Знаете, крутизна в другом направлении. Откуда? От мяса. Мясо – это гуна, а она создает карму. Влияет на поступки. Ага, формула какая простая, видите. Просто пища создает наше будущее. Факт. И пока человек ест мясо, он всегда будет думать, мне, мое, мне, мое, мне, мое. Эта формула есть в убитом трупе животного. Это карма, его месть нам за убийство и за поедание. Ведь оно умерло, а карма продолжается. Цепь не нарушается, жизнь продолжается. Сам индивидуум погиб, но он действует и после смерти. Иисус тоже как погиб на кресте, но действует до сих пор только в другом смысле, в хорошем смысле. Пример, как все это работает. И пока мы помним что-то, это связь, даже с тем, кого уже нет. Если даже мы вымыслили какой-то образ, уже появляется связь с этим образом. Ложная только. Ложное ожидание называется. Вот это другая проблема. Если вы фантазируете свою жизнь, прогнозируете фантазиями, просто своими желаниями, вы никогда не достигнете цели. Никогда. Потому что это вымышленная судьба. Иллюзорная судьба. Не настоящая вещь. Хорошо, давайте, давайте. Давайте представим. Конечно, мы должны что-то сначала увидеть в уме, проработать в уме. Но это нужно сделать в благости, основываясь на науке, на знании. Иначе не сработает. Вот я говорю, давайте построим мост. Вот такой мост. Но если я не знаю науки, инженерии, как строить мосты, я что-то построю, это все разрушится. Мы строили коммунизм. Но это была фантазия, недостаточно было знания. Хотя был научный коммунизм, знания оказалось недостаточно. Чего-то мы не увидели. И эта фантазия рухнула. Если хоть на какие-то вопросы учения вы не можете получить ответ, не спешите принимать это учение только потому, что вам хочется иметь эту фантазию. Это самообман. Должны получить все ответы, научные. А потом без всяких экспериментов действовать наверняка. Это знание в благости. Там нет экспериментов. Есть знания. Где вы видите в природе эксперименты? Ни одного эксперимента. Вон травинка вырастает. Никакой неудачи. Никакой эксперимента. Всегда. Совершенно. Не так, что она попыталась и не получилось. Что-то не учла. Надо знание проанализировать. Надо создать институты. Разобраться с этим. Нет. Все, что в природе появляется без всяких экспериментов. Точно. Абсолютно точно. Все. Видите, как. Удивительно. А вот наша жизнь отдана нам в нашему разуму, нашему выбору. И он несовершенен. Видите? Мы должны признать наше несовершенство и предаться знанию. Скажите, а где это знание? Господи, вы думаете, не есть им достаток знания? Можно просто освободиться от невежества. Знание уже есть. И оно уже есть. Это знание повсюду. Никаких экспериментов. Если мы очистимся от невежества, приняв образ жизни знания так очищаются от невежества, мы увидим наше будущее. Это будущее превзойдет все наши ожидания. Что нам предназначено, превосходит все наши ожидания. Мы даже себе такого пожелать не можем, представить не можем. это великий дар родиться в человеческом теле. Я так говорю. Такой дар, даже представить, человек сам себе не может подарок такой сделать. Не хватит воображения. Просто на что мы рассчитаны, то есть для чего мы предназначены, для какой цели. Куда мы должны прийти? Это потрясающе. Это невероятно. Будда однажды сказал, что это настолько редкое явление родиться человеком. Он привел пример черепахи, всплывающие со дна океана. А там бушующий океан. А черепаха всплывает вот таким вот образом. Серпантин она делает такой вот. Обычно так всплывают глубоководные существа. Не прямо там давление, поэтому они таким образом действуют. Так же погружаются. И там бушующий океан на волнах носится эта вот крышка от бочки товарной с отверстием от пробки. И там океан носит эту бочку, тут черепаха всплывает с серпантином. Вот когда она выныривает, голова попадает точно вот в эту дыру под пробки этой бочки. Это вот возможность получить человеческое тело. Мириады живых существ ниже человеческой формы жизни. Мириады их необразимое количество. 8 миллионов живых существ форм существуют. Кроме человеческой. А человеческой всего во Вселенной 400 тысяч форм. 400 тысяч форм. На планете Земля их гораздо меньше. И гораздо больше других видов форм жизни. Соизмерьте, пожалуйста. На одной поляне в горе где-то посмотрите, сколько там насекомых, сколько там микроорганизмов, сколько растений. Миллиарды! А у нас всего 6 миллиардов населения человеческого. Мы незначительны. Во Вселенной нас практически не существует. Если в количественном отношении взять просто мизер, на который не стоит обращать внимание. Но этот мизер очень влиятельен, потому что ему дается свобода выбора. Как говорится, эти звезды, они незначительны, их много, но Луна, она освещает ночь. Одна. Процент в отношении ничто. Но человек, это могущество, он влияет на всех уважающих живых существ. он царь природы, говорят, его называют. Он соответствует по образу и подобию Бога, ему даны такие полномочия и право выбирать свою жизнь, создавать свою жизнь. И чтобы он не ошибался, даются знания, веды с самого начала, инструкция, как жить, почему. Один человек мне сказал, я вижу тонкий мир. Я знаю, что есть тонкий мир, я видел его. Сейчас я этим не занимаюсь. До духовной жизни я имел это. Он говорит, я вижу тонкий мир. И он говорит, как узнать, что это такое, кто это такие, которых я вижу иногда, и он сильно заинтересовался. Но мы говорим о прежде всего ты должен понять, кто ты сейчас в этом теле и зачем. Вот то и предназначение. И действительно, человек интересуется тем, другим, третьим, там, как живут насекомые, как бабочки, там, как хомяки размножаются, он все это исследует, изучает. Но он не изучает себя. Кто он, зачем? Предназначение. Он думает, да, случайно, в эволюции это обезьянный человек, а я вот так, 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 как-то получилось. А теперь я тут хозяин, пришло мое время наслаждаться, потому что живем один раз, мне сказали. Нет, живем не один раз, уже много раз. Мы меняли тела. Это говорит, если человек деградирует, он меняет тело и получает хуже тела. вплоть до животного воплощения, воплощения, Если он развивает духовные качества, это измерение духа дает нам измерение воплощению другое. Это как тонкая матрица, как вот эти размеры, снятые с человека, по которым портнуешь ее точный костюм, уже без него. Размеры остаются. Мы умираем, все наши параметры фиксируются. Не думайте, что не фиксируются. Даже когда мы рождаемся, в государстве сразу отмечаются свидетельства о рождении, имена родителей, возраст, говорится, тогда поделась в школу в этом возрасте, потом в армию, или там в институт, там и так далее. Все, если брак, то уже отмечается, рождение отмечается, все фиксируется. И архивы, еще как-то время хранятся, 20 лет или сколько. А человеке можно еще узнать, когда его нет. В природе это все фиксируется надежно. Ничто не пропадает. Никто не забыт, ничто не забыто. В природе все фиксируется. Если мы говорим о карме, о том, что мы делаем поступок, этот поступок потом присуждает нам реакцию, тогда мы должны спросить, где свидетель? Кто запоминает? Я-то забыл. Особенно прошлую жизнь. Мне нужно еще доказать, что она была, я вообще ничего не помню. Я вообще могу сомневаться в этом. И кто же свидетель? Мы должны выяснить, есть свидетель или нет свидетеля. Пураны говорят, воздух свидетель, солнце свидетель, другие живые существа свидетель. И главный свидетель, сердце, сверхдуша, она постоянно там находится. У каждого из нас, у каждого живого существа, все фиксируется. Скажите, невозможно, такое мимо информации, где же такой жесткий диск находится. Как это возможно? Не говорите, невозможно, потому что так мы ничего не сможем понять. Все возможно. Давайте откроем двери. Вы невозможны. Давайте пройдем чуть-чуть дальше. Вы невозможны. Давайте свой ум немножко проконтролируем. Давайте перестанем упрямиться и думать, это так, это так, это так быть не может. Ого, все может быть. В этом мире, говорит, все возможно, кроме одного. Вот я не скажу, чего. Но по секрету, в клуб йоги все-таки скажу. В этом мире, возможно, все, кроме мира и божественной любви. Вот тут ее нет. Тут есть человеческая любовь. А божественную любовь нужно еще достичь. Она за пределами этого мира, говорит. Все остальное, все возможно. Любые материальные желания. Райские планеты, пожалуйста, они есть. Вот перед вами вся Вселенная. Почему нет? Изучите. Изучите. Есть уровни ее. Они связаны с нашей деятельностью, они связаны с другими живыми существами. Все создается живыми существами. Ничто случайно не возникает. Тело падает, разлагается. Как оно? Само по себе? Случайно? Там мир организма это делает. Процессы разложения называются. Это живые существа осуществляют. Человек зарождается. И что же это? Живое существо в нем? Развивают эту форму. Осознанно или неосознанно? Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Потому что в этом теле есть две души, говорится. Одна индивидуальная, а другая сфер душа. И она это осознанно делает. По метрикам она, по этим меркам она создает тело. И вы будете именно вот таким носом, такого роста, и вот так будете выглядеть. Потому что это ваше точное измерение прошлых поступков. Абсолютно точное. Соответствует памяти, сверхпамяти. Безошибочно. Никаких экспериментов. Никакой несправедливости. Но поскольку есть зависть, люди говорят, несправедливо, почему ко мне такое отношение? Вот к нему лучше относятся, чем ко мне. Однажды осел, стал страдать, наблюдая, что несправедливостью он увидел, что хозяин любит собаку, а его нет. Не гладит его, никогда не приласкает. А собака лежит, и он прямо с тени расстается. Стал наблюдать, почему такая несправедливость. Что же у собаки такого особенного? И понял. А, так она же сама подлиза. Вот почему. Вот он приходит, и собака сама бежит к нему вперед. Она тоже руку лизнет, там лапы на плечи, там хвостом виляет, скулит. Вот он ее гладит и любит. Я буду делать то же самое, сказал осел. Выскочил этот сумасшедший осел, на хозяина там мордой в лицо ему, там копыта на плечи чуть не убил вообще. Хозяин до смерти перепугался. Говорит, это вас лопалка бил в этот сарай, туда, в этот хлев. Так оселы думают, за что ж побили его? То есть мы должны как адекватно оценить, чтобы иметь именно вот это развитие. Понять настоящий момент нужно. Не сравнивая себя с другим, можно понять себя. Не сравнивая, хотя все познается в сравнении, мы должны себя понять с точки зрения гунтс начала, а потом уже сравнивать. Как говорится, одно место с пальцем не сравнивают. Есть как бы измерения сравнений, адекватные. И мы должны сравнивать, если мы сравним, какие-то близкие, близкие соотношения сравниваются. Как есть весовые категории в спорте, допустим. Это нормально, это разумность все устроит. Сколько в своей жизни встречал будущих президентов стран на улицах? Люди натурально, говорят, я буду будущий президент страны. Они не в сумасшедшем доме, нет, они вот на улице ходят. Сколько людей встречал, которые говорят, что я Бог? Мы знакомились с Богами, кстати. Есть даже воплощение. В России их несколько, я двоих знаю. Аватары. Двоих знаю давно. В Америке, когда, тогда-то очень давно, был слет Иисуса Христова. Со всего мира собрали людей, которые считаются воплощениями, мессиями. 200 человек съехалось, натурально. И, значит, задача была выяснить, кто же из них-то настоящий. Но так они выяснили, разъехались. Каждое преступление осталось. Мы все это тоже видели, это реальная жизнь. Люди что-то думают о себе. Мы скажем, ну, это слишком сумасшедшие люди, конечно, я-то не таков. надо разобраться в этом моменте. Если мы адекватны, наша жизнь будет всегда адекватной и счастливой. человек счастлив в процессе совершенствования, а не в уровне или положении, которое он достигает. Представьте, шкала совершенства. Кто находится вот в самом начале, внизу, начинает совершенствоваться, и он постепенно продвигается, и он в движении находится, и он не стоит на месте. А этот достиг высокого положения и стоит на месте. Кто счастлив, скажите? Из этих двоих. Тот тут двигается. Тот счастлив. А не тот, кто снимет высокое положение. Поэтому, как только мы перестали продвигаться, развиваться, интересоваться, учиться, не помышляем даже о счастье. Это невозможно. Счастье — это жизнь, это движение, это поиск, это вечное понятие. Заметьте, что то, что мы достигаем или познаем, мы к этому теряем сразу интерес. А привлекает нас тайна, непознанная, непостижимая. Вот нужно сориентироваться на непостижимый вечный объект, говорится, и двигаться в этом направлении вечно. Это вечное поучастие будет. Называется непостижимость, божественность. А все, что мы с вами познали, раскрыли, превращается в мусор. Так? Ребенок говорит, а это какое чудо. Смотрите, игрушка, может двигаться и даже звуки издавать, гав-гав-гав. Чудо же, тайна, интересно. Раз, раз, разобрал все детали, понял, а все, мусор, все ясно. Неужели неинтересно ведь? Есть также мистические тонкие энергии, которые разрушаются грубыми строительствами, трансформациями планеты, если вы взойдетесь в джунгли, в один квадратный километр там целая вселенная. На одну квадратную километру это целая вселенная. Вы там можете опыт жизни получить колоссальный. Выживание, вообще разнообразие. Потрясающе. А теперь представьте, взлетную полосу километровую. Что вы там получите? Все. Мистика ушла, потому что мистика это наличие жизни. Мистика это живое существо. Давайте свои ситхи развивать. Способности. Йога это йога. Но йога это связь живого с живым. Осознанная связь живого с живым. Сия энергия, когда мы обогащаемся, она неистащима. Это вечный двигатель. Душа это вечный двигатель. Она никогда не разрушается. Не разрушима. Никаким оружием ни разрезать, ни сжечь, ни растворить, говорится, ни сушить, ни разрывать на части. Дух неделим. Там нет беспокойств на этом уровне. Глубина переживаний всегда. И бесстрашие всегда. Что вы бессмертны, как дух. Если мы себя отрешаем с телом, с этим временным, тут же беспокойство начинается. Потому что тело временно подвергается болезням, подвергается тонким психическим воздействиям. Сразу мы вступаем в борьбу, видите, за свою жизнь. Сделать ее комфортной, защищенной. Потому что страх, 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 страх остаться незащищенным. Без семьи, без денег, без работы. Как? Страшно жить? Что это такое? Но это говорится, когда вам 50 лет, станьте бесстрашным. Оставьте все это, идите в лес. Попытайтесь познать себя. Обретите бесстрашие внутри себя. Не завистьте от этих материальных накоплений, от этих искусственных вещей, потому что рано ли поздно, мы должны все это все равно оставить. Но в диком ужасе, если мы не готовы, в диком ужасе, это наша судьба, видите, заседание состоится, аннушка уже злой подсолнечный масло. Каждому это предопределенный человек. Но это настолько ужасная вещь, что мы говорим, лучше забыть об этом. Скажите лучше, когда я замуж выйду. вот это меня интересует. И как вылечить коленку или ухо или что-то? Тоже надо лечить, я же согласен, потому что не против, здоровая жизнь нужна. Но здоровье, говорят мудрецы, прежде всего, это здоровье ума и сердца. Если тело не болеет, не значит человек здоров, потому что ум-то его все равно причиняет страдания. Болезает страдания. И самые глубокие страдания именно от ума, у человеческого. Мы научились с вами одеваться, причесываться, выглядеть неплохо, все хорошо выглядят. А в уме что происходит? Поговорите друг с другом, начистоту вы увидите, сколько трудностей, сколько страданий, сколько переживаний, как жить. Иногда мы даже не знаем, как жить дальше. И что остается? Виртуальную реальность. Там нет закона кармы. Игра. Убил кого-то. И никаких, ни тюрьмы, ничего. Ни кармы, нет ответственности, нет свобода. Духовный мир. Абсолютно бесстрашный, спокойный, может делать, что я хочу, мы сейчас совершенствуем эту виртуальную реальность, наука работает, технологии, что-то куда-то. Виртуальная. Свободу. Они так считают. На Западе уже отказались в этой идее. Знаете почему? Пошли уже реакции. Дети становятся слабоумными. Вот я заранее говорю, заранее говорю, что вы, многие из вас родители, будьте внимательны. Не позволяйте детям погружаться в виртуальную реальность. Это слабоумие в итоге. У них даже память не запоминает что-то. компьютер все помнит. Я слагаю себе ответственность. Помните, тонкий интеллект не нужен. Ответственность называется. Не нужно. Все там. Ответственность идет искусственный интеллект. Мне не нужен интеллект. Все. Я человек с машиной, предаток машины становлюсь. Очень опасное явление. Сегодня зашли в парк, в котором когда-то я еще в детстве гулял. Ну, конечно, все по-другому. А что же по-другому? Вроде то же самое. И дети там, родители, молодежь гуляет, и кто-то на гитаре хорошо играет. А вон сурево, в основном они сидят на скамейках в этих телефонах. Парочки. Переговариваются. Стесняются разговаривать. Вот они рядом сидят и используют тех технологий. Я часто расписываюсь на книгах. Иногда 200 книг приходится подписывать на какие-то большие программы. Поэтому я автоматически закрытым глазами могу это сделать. А когда пишу книгу, я это делаю в компьютере, конечно же, не руками. Не рукописно. А тут мне сказали, нужная биография написать рукой свою для документов. Я, оказывается, кроме росписи не могу увести другие буквы. Я не ожидал такого. Я такой-то, такой-то, боже мой, я не могу, у меня неадекватная рука не слушает, она забыла все это. Удивительно, но человека учат выражать свой внутренний мир через письмо, через творчество, самому, через те ресурсы, которые есть у тебя, через танцы, через движение, через мимику, эту красоту души, вот как нужно. Не так. Вы крайне все знаете. Вам эмоции не нужны. Ничего не нужно. Например, письмо развивает тонкий интеллект с выбежью руками. И красиво, каллиграфически это вычислить делать. С чувством это делать, с культурой. Это воспитание, это тонкий интеллект. Это тонкий интеллект. Без технологий. А древняя визитическая культура, как и древняя Китая, они говорили, мудрецы, что человека, спрежде чем образовывать, нужно обучить рисованию и музыке. Каждого. Потому что, если он не видит ничего красивого, не слышит красоты, его обучать вообще не нужно, потому что он не станет человеком качественным. Он должен сначала опознать красоту. Если он не имеет понятия о красоте, что же он сделает, если он образованный человек? Они так считают? И я раскрыл Боговатку Рану, и там описывается 64 науки, которым обучались дети в школах того времени. И они все относятся в основном к искусству. Танцевать, украшать себя, шутить, разгадывать, что в кулаке, допустим. Умеете? Ну, значит, вы не образованы. Где же наше образование, если вы не можете понять, что в кулаке у человека? А вот есть такая наука. Менять свой облик нужно научиться тоже уметь, чтобы вас не узнавали. Это искусство. Сначала учиться искусством, а потом уже навыки профессиональные. То есть должен понять какие-то тонкие формы отношения через искусство. Вот оно как цвет. Тонкий интеллект сначала развивается, подготавливается. А потом уже грубый интеллект, практический интеллект. Например, у женщины практически интеллект очень развит от природы вещей, у мужчины нет. Пока он практически посмотрит на жизнь, это к 50 годам только уже. Сформируется, говорится. Но он по-другому мыслит, он нацелен на высшую цель жизни. Не на практически какие-то решения вот бытовые, а на высшую цель жизни настроит человек, мужчина. И если этой высшей цели нет осмысления, то в кого превращается мужчина, отгадайте. Он для этого предназначен принимать решения дальновидные, самые дальновидные. Но если у него нет этого видения, нет образования, то во что он превращается? Геды говорят, в собаку превращается, в которой считают где самка, и где поесть, и что выпить, чтобы наслаждающийся. Сейчас мы видим, что женщины, поскольку у них есть вот эта практичность, они все интересуются этими науками, потому что они хотят как-то учиться жить практически, семья, дети, ответственность больше. А мужчины не могут утвердиться, какова же национальная идея. Сейчас все говорят об этом. В Казахстане, в России, в других местах. Они решают это. Пока этой идеи нет, они бесполезны мужчине. На диване лежат просто. Решимость лежать на диване называется. Гоня невежества. Поэтому, видите, как важно. Если хотите понять сразу быстро человека, кто перед вами, это важно иногда бывает. Вы просто спрашиваете один вопрос. Какова цель твоя жизнь? Все будет ясно. Все остальное просто. Как сказал Шах Назаров, директор Мосфильма, что ставьте цели на 200%. Это ведическая формула для мужчин, а для женщин. Женщине нехорошо, это сложно будет. Тревога начнется. Мужчина должен быть таким. На 200% невозможной ставьте цели, осознайте душу. Вот она цель. Это невозможно. Попытаетесь 100% получите, если 200% поставите. Если поставите 100%, получите 80%. Если 80%, 50%. Вот это мужчина. Вот об этом можно сказать, что он достигнет чего-то. Пускай не конечной цели, но точно он что-то в жизни сделает этот человек. Он на самом деле смелый. Он решительный. Это мужчина. Как веды говорят, если вы идете на охоту, то вы должны всем громко сказать, что вы идете охотиться на носорога. И тогда неважно, убьете вы носорога или нет, потому что в любом случае вы герой. Если вы просто говорите, что я иду на носорога, уже вы герои для многих. Другие даже мысли не допускают заходить на носорог. Знаете, что такое носорог? 5 метров в длину, 2,5 вверх. Броненосец вообще с таким вот рогом впереди. И он сумасшедший. Вы палец покажете, он вас кнесет сразу же в голову. Он глупый и удивливый. И говорите, я иду охотиться на носорога. О, вы герой. И вы так прицеливайтесь. Нужно, знаете же, наверняка у него реакция хорошая. Скорость тоже. Он с места сразу 40 километров в час. Да, это гора стальная мускул. Броней покрытый. Носорог. И вы должны его так вот палец показать, подразнить достаточно немножко. И он уже роет землю, глаза красные от гнева и на вас. Это масса, танк такой. А вы охотник? И вы должны хладнокровно так на колено встать, взять оружие и ждать дистанции, потому что промах недопустим. Раз промахнет, и все. Ваша жизнь наверняка потеряна будет. Поэтому вы должны их хладнокровно допустить на самое близкое расстояние между панцирями и выстрелить. И быстро за кусты. Рядом должны быть кусты обязательно. На кусты он не пойдет, он пойдет вокруг. Если попадете мимо, вот эту броню пуля не пробьете. Вот между там. Если вы так не убили носорога, вот этой пули отрекошетила, вы в кустах спасли свою жизнь, вернулись, сказать, вас уже прославляют. А если вы убили носорога, как вас прославляют? В любом случае вы герои, видите? Вы ничего не теряете. тогда пути потерь нет. Если вы ставите высокие цели, и дальше вы не достигли, люди будут говорить, он думал, знаете, о чем этот человек? Чего он хотел вообще? Во что он верил? Этот человек. Они будут восхищаться уже одним этим, что вы жили с такой верой, вы не где-то внизу, знаете, рожденный ползает летать не могут. Летать хотели. Вы вдохнали людей вот этим энтузиазмом, верой, решимостью, силой, своей отвагой. И вы прожили свою судьбу, пусть она такая простая, но наверху вы прожили эту судьбу, вы прожили ее так, что это полет. А мы хотим изменить свою судьбу, сделать ее комфортной. Что бы такое сделать, чтобы деньги пришли? А нужно написать на потолке миллион долларов и спать, и медитировать всю ночь. Как это называется? Визуализация? Пробовали, нет? Какого-то получилось? Есть такой опыт, такая практика, рекомендовал. Вот на это люди решаются, вот на такие практики. Миллион долларов, и вы спите, просыпаетесь, вы видите миллион долларов, в конце концов, миллион долларов, какого-то появляется. Визуализация называется. Визуализировать нужно тоже разумно, ни с того, ни с сего. Сначала нужно заслужить, потом визуализировать. Одна женщина говорит, пришла к мудрецу и говорит, у меня проблема, другая мудреца, пришла за помощью, не могу родить ребенка, хочу ребенка, дай благословение. Он с ней поговорил немножко, хорошая женщина, застойная, и говорит, получай благословение, вот тебе кокос, после этой церемонии специальной, вот выпьешь эту жидкость, и будет у тебя ребенок, все иди. Ушла, приходит несколько месяцев, ничего, выпила кокос, ничего. Слушай, а у тебя муж-то есть? А, я не замужем. А хочу, чтобы ты пьешь, и пьешь, чтобы тебе кокос, может быть. Если мы что-то визуализируем, должна быть какая-то основа для этого. Не там, Манилова говорит, а что, душенька, может, прям мост с нашей деревни, прям в Санкт-Петербург построим? Визуализации тоже. Мы много вещей неадекватных, имеем в виду. Это воспринимается вселенной как шутка, как юмор, только мы не смеемся, вот в чем дело. Разве это не шутка? Это шутка. Но мы почему-то всерьез хотим этого. Боже мой, современные люди напоминают мне детей, которые вот просто хочу и все. Каждый из нас в детстве устраивал родителям такие вещи. Хочу и все. Говорит, ну не можем, ну нет денег, ну нельзя. Нет, вот хочу и все. Ничего не понимаю, кроме хочу. Еще в советские времена, помню, среди художников, и там какой-то армянин с ним познакомился. На Дальнем Востоке. Такой интересный, такой типичный, знаете, такие глаза, нос армянский, и акцент такой. И он смотрит так, на улицу, и машина едет туда-сюда. И он говорит, а что Тойота? А я вообще дурак дураком, ничего не понимал, ни в технике, ни в деньгах. Говорю, а что такое Тойота? Он такой, я смотрю, Тойота. Это лучшая машина, вообще-то хочу Тойота. А там у нас джигули тогда ездили, эти двойки. Я говорю, а сколько стоит Тойота? Пять тысяч рублей. О, какие сумасшедшие деньги. Пять тысяч рублей уже состояние, за Тойоту что ли. А что поделать, если хочется? А что поделать? Хочется. Мы ничего не знаем, кроме что хочется. Ну хорошо, если хотим, давайте образование получим, давайте это сделаем таким путем, через знания, а иначе как мы это добьемся? Ловкость рук? Кто-то может, да, так крутиться, есть ловкачи такие, которые могут сделать такие деньги, понимаете, при помощи ловкости, хитроумного разума. Но не при помощи знаний, это никакой не прогресс, поймите. Это не прогресс в обществе. Это ложная удача. Это ловушка. Это человек сам деградирует при таких обстоятельствах и другим пользы не приносит. И мы создаем сейчас это общество, создаем и создаем, и создаем, и образовываемся, и в этом направлении идем и ждем, когда же будет улучшение. Не сумасшедствие ли это вообще? Ведь законы говорят по-другому все, прогнозы говорят другие вещи, потому что мы совершаем определенную деятельность, будут определенные последствия, это закон. А мы ждем улучшения. Не странно ли это? Взрослые люди должны в этом плане что-то понимать. Есть вещи, которые приходят через заслуги. Мы что-то делаем и заслуживаем. Это приходит нам как по заслугам. И все расскажут, этот человек заслужил. О, правильно. Все свидетели. Есть вещи, которые приходят случайно к нам, как мы и говорим. То есть мы ничего для этого не предпринимали, но они пришли к нам, эти вещи. Бывает, люди влюбляются, женятся, и оказывается, что у молодой жены богатый отец. Человек не думал об этом, так в судьбе сложилось, что он тоже стал богатым, просто женившись. Иногда люди это используют именно для богатства. И бывают, какие-то вещи приходят, просто, без всякой причины. А что это означает? Это означает, что в прошлом причина это была. Бхага Вадгите говорится, там описывается в главе в одной судьба неудачливого йога. Очень такой, знаете, болезненный вопрос для тех, кто идет путем йоги. Ажуна спрашивает Кришну, а что если этот йог не успевает в этой жизни достичь совершенства? Какова его судьба в дальнейшем? Говорит, я очень боюсь такой судьбы, потому что мне кажется, что это судьба разорванного облака. Он на материальном смысле ничего не достиг, в духовном смысле тоже ничего не достиг. Скажи мне, разве мои сомнения? У меня страх есть на этот счет. Кришна отвечает, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Неудачливый йог поднимается, говорит, на высшие планеты сначала. Наслаждается там высшей жизнью миллионы лет. Потом рождается здесь, на этой планете, на земле, в семье богатых людей или в семье очень духовно продвинутых людей. Получает все возможности продолжать дальше свою йогу. Почему он неудачливый? Почему он не достиг? Потому что у него были желания материального счастья. Потом он получает возможность ту и другую. Он поднимается на высшие планеты и там получает слегка желаемое материальное счастье. А потом спускается, разочаровавшись сюда вниз, продолжает свою йогу. Никаких потерь. Это гиды говорят. Вот как устроено по-доброму вселенной. Смотрите к нам. И она тоже говорит, ты тоже будь добрым. Добро не одолеет, то есть зло не одолеет добро. Когда? Когда это добро? Если это добро наполовину, то есть дяблоко наполовину червивое, все, оно уже испортится. Или как говорят мусульмане, маленький грех, большой грех, разницы нет. Как между маленькой свиньей и большой свиньей. Все равно свинья. Так они это описаны. Поэтому, если это добро в добродетели, невозможно победить такого человека. Нет такой силы извне. Есть только изнутри возможность посеять ему сомнения, без веря, если он сам откажется от этого, он ослабнет. Но если вы достигаете состояния йоги, погружения в духовное, в этот момент на вас даже не действуют астрологические факторы. Ни духи, ни привидений, ни проклятия. В этот момент, когда вы погружены в самадхи, невозможно навредить человеку. Абсолютно защищенность. Опасность существует только на материальной платформе, на духовной платформе, не существует такого понятия, как опасность. Абсолютная свобода и все возможности. Итак, если цивилизация идет путем викармы, викарма — это греховная деятельность, будут плохие плоды, разрушительные плоды. Обычно что? Институт семьи разрушается. Это признак того, что наступает разложение общества. Цивилизация. Разрушается цивилизация. Семейные традиции рушатся. Когда рушатся семейные традиции, женщины получают свободу, эмансипируются. Свободу от мужей, от отцов. Они становятся легко доступными, описывается в Бхагалагите. и так зарождается нежеланное потомство, которое уже трудно воспитать. Вы знаете такое. Бывают дети, которые, мы не знаем, что с ними делать просто. Это нежеланное потомство. Неправильное зачатое. Это нежеланное потомство ввергает общество в ад, говорится. Оно злоупотребляет всеми достижениями своих предков. Расточает поднапрасну все эти богатства. Часто дети богатых родительственных, наркоманами, вот примеры такие. Вот это нежеланное потомство. Такие яркие примеры бытовые. Но любой человек, говорит советом, который не заинтересован в познании себя и Абсолюта, это нежеланный человек на планете. Нежеланный элемент, помеха. Потому что он желает тогда выгоды только для себя, а остается помеха для других. Он будет причинять беспокойство в обществе. Поэтому лучший выбор для человека это путь самосознания и путь добродетели. В наше время это чрезвычайно трудно осуществить полностью. Вот как это написано. Среда такая, что она провоцирует нас действовать по-другому как раз и думать по-другому. Но то, что нельзя достичь в одиночестве, можно сообщать, сделать. Если мы обсуждаем, интересуемся этим знанием, эту память поддерживаем, этот дух, энтузиазм поддерживаем, у нас появляются шансы. Реально. Поэтому сейчас время такое, чтобы добродетель организовывалась именно. Когда он разрознен, но слабо. Потому что невежество хорошо организовано, и страсть хорошо организована, жадность организована в капиталистической формации целой, зависть организована в коммунистические устройства. А где у нас трансформация добродетели? Нету? Нет организации духовной? Сейчас люди думают, духовность это просто живи сам по себе. И делай то, что тебе нравится. Это усилие, это дисциплина, ума, это контроль чувств, это знания, это постоянные усилия. И к ним нужно привыкнуть. Сначала кажется, это просто невыносимо может быть, но когда мы твердую пищу рожжем, это трудно. Но когда вкус получаем этой пищи, мы говорим, не зря, не зря, я не жалею. Это на самом деле стоило усилий моих. Это вкус, высший вкус счастья, который недостижим ни в страсти, ни в универсию благости, он заполняет все. В благости происходит чудо. Гита говорит, что точно так же, как солнце всходит, и мы просто видим, так же и знания приходят человеку в гоню благости, он просто начинает видеть. Это потрясающая фантастика просто. Мы видим прошлое, настоящее будущее, мы знаем, что делаем. И это глубокое счастье, внутреннее. Если мы действуем согласно этим законам, счастье, мы чувствуем настоящее счастье. Не иллюзорное, не то, что мы придумываем или ожидаем, или требуем от кого-то, а просто мое счастье. И никто не может забрать это счастье. Оно мое по праву, по моей природе. Это я и есть счастье. Частичка этого счастья. Вселенная очень добра, дает мне возможность познать это, дает мне процессы. От меня требуются искренние усилия. В этом смысл жизни, ради этого мы должны работать, ради этого мы должны жениться, ради этого мы должны воспитывать детей. Все подчинено одной цели, счастью, высшему счастью, духовному счастью. Это счастье мы должны передать своим детям, своим внукам, прочее. Вот что такое человеческое общество, это чистилище. Это не райская планета, где нужно просто наслаждаться и комфорт устраивать. Мы за это будем платить здесь строго. Не то место. Это не люкс гостиницы. Это поле карамической деятельности, веды говорят, земной уровень. Здесь нужно трудиться, чтобы что-то получить правильно, нравственно. Если получаешь что-то безнравственно, через насилие, ты теряешь человеческую форму жизни. Это жизнь животного. Оно имеет право применять насилие, чтобы просто поесть. Безгрешно. Но человека, для человека это недопустимо. Поэтому цивилизации рушатся, говорится. Такие цивилизации напоминают страсть и невежество. Символ таких цивилизаций змея, заглатывающая собственный хвост. Такой парадокс сама себя уничтожает. Она просто слабеет. Ее иммунная система слабеет. И распадается сначала институт семьи, потом все остальное уже в хаос переключается. Каждый сам за себя. Мужчина за себя, и женщина за себя, и дети за себя. Единственное, что сейчас держит людей, это стремление все-таки выпутаться из-за подни какой-то из-за кризиса в личной жизни или в общественной жизни и желание денег. Это нас еще организовывает. Но все понимают, разумно речь, что недостаточно нужна какая-то возвышенная цель, какая-то национальная идея или просто человеческая идея, которая помогала, вдохновляла бы нас. Именно приносила бы счастье на этом пути. Вот в поиске. Люди в поиске. Не думайте, что все в поиске, кто-то уже нашел этот путь. Он всегда существует. Это что касается пересеноследственной связи, почему человек неудовлетворенность испытывает практически постоянно. Неудовлетворение с собой это невежество. Так же, когда мы себя унижаем, критикуем, с чувством вины живем, это там и все. Нельзя жить в каком сознании. Когда человек совершает ошибки, он не должен чувствовать вину. Он должен исправить ошибку. Вот как он учится. Он чувствует вину, он не исправит ошибку, он слабеет. Встречали таких людей? Ошибку не хочу, больше не буду делать, потому что я виноватый остался. для тех людей, кто может что-то применить, потому что некоторые люди не могут применить знания. Не все могут применить. Сейчас это невозможно каждому человеку применить. Каждый применит насколько возможно, тот отвергнет вообще. Но у меня есть тетя, ей 83 уже. Да, матери будет 85 и 83. она вполне здоровая, красиво одевается, прическа там у нее, каблуки, все же есть, с аквалангом на 20 метров погружается, летает на этих, знаете, на водных этих парашютах иногда, не боится ничего. Она глубоко верующая, потому что ее исцелила икона от болезни, врожденной практически, неизлечимой. врачи говорили. Она всю жизнь болела и мигренью страшно, переступы болеть. Она просто теряла сознание от боли. Тут, когда привезли икону одну, весь город пошел туда, на севере, тетя тоже пошла, потому что я уже был с Богом под этим влиянием она пошла. Я имел отношение к ее дочери, моей двородной сестре. Она исцелилась от своей болезни благодаря мне, моей духовной практике. Поэтому тетя поверила в Бога после этого пошла к иконе. Пошла там молиться, много людей и там сказали, кто хочет на ночь остаться, можете остаться на ночную службу. И она решилась, со страхом думала, что же ночь выдержу вообще, упаду где-нибудь, спать же хочется. Она мне рассказала, я не ожидала, но я не заметила, как ночь прошла. Как будто какие-то минуты я была поражена этим. Я говорю, ну и что? Дальше было. Дальше пошла спать домой, отдыхать. И что дальше? Дальше проснулась, говорит, внутри пустая. Все, что могу сказать. До сих пор никаких мигреней нет. Все, с тех пор она глубоко верующий человек. И вот она меня спрашивает, мы сейчас виделись недавно в Питере, прошлом летом на самом деле. Я был в гостях у нее, мы давно не виделись, сестра там тоже была. Анна смотрит на мои лекции, слушает, уважает, учится, гордится даже. И говорит, мне, знаете, так от души прям, как никогда, я уже 83, скажи, вот как избавиться от грехов? Я говорю, тетя Валь, это не проблема, это вообще не проблема, это легко, проблема в другом, оскорбление. Грехи, любое количество можно, легко от них избавиться. Почитайте Писание, просто одно покаяние, и все, настоящее. Вот оскорбление, вот это серьезная проблема. Она говорит, а что такое оскорбление? Я говорю, где эти оскорбления? Ты расскажи. Вся семья собралась. Я вам рассказывала оскорбление. Слушали, как завороженные. И на каждое объяснение оскорбления кивало головой Грилов. Точно, я понимаю, правильно, в седине оскорбление. Сказала, все, я поняла. Грехи, ошибки, это не проблема. Тут не нужно чувство вины иметь. Это просто урок. Мы просто исправляем, учимся, идем дальше. А если с этим чувством вины, я ничего не могу дальше делать. Я просто обвиняю себя, обвиняю себя, или кого-то обвиняю, но я остаюсь бесполезным человеком. Тамос. Пассивным. Поэтому нужно правильно относиться к адресу, совершить ошибки. Абсолютно каждый человек. Вольно-невольно. Мы просто их признаем и исправляем. Это хорошая жизнь. Это позитивная жизнь. Мы совершили ошибку, да, неправильно, но когда мы ее справились, как хорошо, как хорошо всем, как хорошо мне, как честно, как в два раза лучше, чем просто безупречно действовать на показ. Это особая репутация, чистоты, когда человек не скрывает своих недостатков, а исправляет свои недостатки. Это на самом деле чистый человек, уже чистый человек. Но в тамосе жить нельзя. Шастры запрещают в тамосе жить человеку. Отказывайтесь от этого, монастрия. Будьте позитивными. Вы должны быть всегда счастливыми, радостными проживать свою жизнь. Так описано, вот так человек должен жить. Радостно и счастливо. Это закон. Иногда мы пытаемся что-то делать правильно, но недоступное для нас, трудное для нас, и терпим неудачу. Еще одна проблема. Как мы сказали одному человеку, что высшая цель жизни и любовь к Богу. Он сказал, все, я сразу хочу любовь к Богу. Нет, сразу не получится. Нужен процесс. И когда видят процесс, уже многие люди отказываются. О, процесс оказывается, тут сразу можно когда-то получить. Тут процесс. отсеиваются. Но самые искренние уступают процесс именно. Когда только уступают в процесс, уже становятся счастливыми. то есть вот эта неудовлетворенность, от нее нужно избавиться. Неудовлетворенность это из камы, из вожделения. Хочу чего-то и не получаю. Нам мужчины, посмотрите на современных, все они в таком сейчас состоянии. Хотят заработать деньги, но не могут столько, сколько хотят. Они все несчастные ходят. Хочу, не получаю, хочу, не получаю. До сумасшествия можно дойти. Кама, навязчивые желания. Ну вот, просто есть способности, есть склонности, хорошие. Развивайте это. Пусть будут маленькие вещи, но хорошего, качества. Вы же чувствуете себя хорошо. С ребенком садитесь, играете, что-то строите. От души, с интересом. Вы уже чувствуете себя хорошо. Это же просто. Это же очень просто. Пищу готовите чистую, освещаете ее, едите, счастье. Это же очень просто. Каждый может убедиться в этом, что это простая жизнь, возвышенное мышление. Очень простая жизнь. Но мы строим какие-то сложные вещи, выстраиваем, потом не можем чувствовать удовлетворение, потому что трудно достичь их. Они достигаются маленькими хорошими вещами. Вот как это достигается. шаг за шагом, постепенно. В итоге, вся ваша жизнь из маленьких хороших вещей, большая хорошая вещь получается. Чем вы строите большой план и проваливаете, большая плохая вещь получилась. Столько провальных планов, посмотрите, в семьях, в работе, в карьере, в деньгах, где угодно. В политике тоже самое.